Привет-привет, друзья! Всем привет с Аляски! Своё сегодняшнее видео я делаю для своих любимых родителей. Мамочка-папочка, привет! Дело в том, что я отправляю им свой айподик. Свой старый айподик. Он не совсем старый ему, сколько? Года 4, наверное. И на самом деле я его обожаю просто. Но у меня появился айфон. Вот мой новенький айфончик. И теперь он мне будет выполнять роль айпода тоже. Поэтому вот этот мой маленький переезжает жить в Белоруссию. Дело в том, что у мамы очень сильно испортилось зрение в последние годы. И она не может больше читать книг. И я очень надеюсь, что она сможет эти книги слушать. Она этого раньше никогда не делала. По крайней мере, попробуем, понравится ей, не понравится. Захочет она это делать или нет. Если ей понравится, то любые книги сейчас можно найти в интернете. Аудиокниги. Очень много озвучек. Озвучки разные. Есть хуже, есть лучше. Со временем можно даже, наверное, какие-то любимые голоса, любимых дикторов выделить и скачивать книги в их исполнении. И так далее. Я сама аудиокниги не слушаю. По крайней мере, русские. Слушаю английские. И тоже иногда нравится голос диктора. Ну, не диктора, а как его назвать, кто вот читает, кто озвучивает книги. Иногда не нравится. То есть тоже мне вот почему-то нравятся больше мужские голоса, чем женские. Не знаю почему. В общем, не в этом дело. Дело в том, что я это видео делаю для родителей о том, как пользоваться этим айподом, как читать, включать и слушать книги с него. Потому что это у меня последний шанс. Я на днях отправляю посылку, и у меня уже не будет возможности такой им показать. Вот это все на пальцах сейчас. Ну, и заодно, для того, кому интересно, я быстренько сейчас вкратце пробегусь и расскажу, каким образом вообще я эти книги с интернета скачиваю на айпод. И потом уже покажу, каким образом, как можно ими пользоваться. Есть два способа закачать книги на устройство Apple. Первый – это конкретно в формате аудиокниги. Для этого идем на какой-нибудь трекер. Вот, например, roottracker.org. Очень мне он нравится, этот трекер. Здесь спускаемся вниз, в самый почти низ, и находим Apple. Программы, видео, нам же нужны книги. Аудиокниги AAC, ALAC. Заходим в эту вкладку, и здесь мы видим аудиокниги, которые нам предлагаются. Можно искать вот просто по названиям. Вот, например, я делаю так. Захожу в трекер. Здесь также спускаюсь почти до самого низа. Аудиокниги. Аудиокниги. Название пишу Маринина, предположим. Поиск. Поиск. И вот 7 результатов у меня книги Александры Марининой. Дальше я закачиваю эту книгу, и она у меня идет в формате, по-моему, yes. Да, M4B. Дальше ни для кого не секрет, что удобно очень пользоваться Apple техникой при помощи программы iTunes. Я подключаю свой iPod к этой программе, но я не буду этого рассказывать. Для этого нужно делать специальное видео, как пользоваться программой iTunes. У кого есть Apple девайсы, они умеют это делать, поэтому я не буду здесь делать этого. Я просто покажу, что вот я, например, создала специальную папку, она у меня называется iTunes. И вот сюда я занесла книги, которые я скачала в этом формате. Вот он идет, MPEG-4 аудиофайл. Александра Маринина, посмертный образ, повесть. Вот, можно здесь его прослушать в этой даже самой программе. Некоторые книги идут даже с обложками. Вот как здесь, вот такая обложечка у этой книги. И так далее. И при помощи программы iTunes я всю эту музыку переношу на мой iPod. Это первый способ. Второй способ – скачать книги в обычном формате MP3. Вот, MP3 Маринина Ангелы на льду. Здесь, конечно, очень большая разбивка, очень много глав. Вот она у меня разбита, прямо большое количество. Все это заносится как бы в фонотеку музыки. Вот еще одна книга Маринина «Бой тигров в долине». Первый тоже разбивка идет на очень большое количество небольших файлов. И в формате MP3. То есть это тоже в таком формате нормально, хорошо слушать книги. Ну и теперь я очень подробно расскажу, как это делается на iPod. Вот эта часть уже идет для моих родителей. Вот он iPod в таком виде, как они его получили. Первым делом нажимается вот эта кнопка. iPod включается. Счастливое время 23.23. Это время уже белорусское я им поставила. Я полностью обнулила этот iPod на заводские настройки. Стерла все, что на нем было и сделала уже его специально под них. Итак, нажимаем на кнопку. И здесь пальцем в сторону проводим «Открыть». «Открыть». Вот он открылся. Чтобы перейти между панелями, просто пальчиком вот так вот проскользить в одну сторону или в другую. Просто вот так пальцем в любом месте провести туда. Пальцем. Вот видите, случайно когда нажмешь, можно не пугаться. Если случайно на что-то нажалось и открылась какая-то программа, просто нажать обратно вот эту кнопку. Все, оно вернулось на место. Итак, все. Вот мы зашли в iPod. Здесь я нажимаю кнопку «Музыка». Вот она справа. Я сейчас уже вернулась в аудиокниге. Я сейчас напишу, как оно будет. Вот здесь кнопочка готова. Так, вот так. Здесь у нас плейлисты, артисты, песни. Вот это все не нужно. Нажимаем на кнопку «Еще». Вот здесь самое правое «Еще». Нажав на эту кнопку, мы видим вот такой список. И в этом списке есть аудиокниги. Зашли в аудиокниги. И вот они, сколько я их записала. Пока у меня здесь, по-моему, 12 или 13 штук. И еще я скачала «Угрюм река» книга в нескольких томах. Там, по-моему, 6 или 7 она у меня докачивается. Я ее еще закачаю сюда. Вот выбираем здесь книгу «Когда боги смеются». Юрий Забаровский. Но это «Когда боги смеются». Это книга Александры Марининой. А Юрий Забаровский, он читает эту книгу. Это просто надо знать. Здесь Полина Дашкова, Дарья Донцова, Маринина «Последний рассвет», «Посмертный образ», «Реквиум», «Убийство в восточном экспрессе Агаты Кристи», «Черный список» Александра Маринина, «Чудовище без красавицы» и «Интриганка» Сидни Шелдона. Вот такие пока книги. На пробу. Посмотрим, получится пользоваться этим айподом у родителей или нет. Вот заходим в первую книгу, предположим, «Когда боги смеются». Вот она из двух частей. Вышло две части. Начинаем слушать первую часть. Я на нее нажимаю. Александра Маринина, «Когда боги смеются». Роман, Москва, издательство «Тексмопресс», 2000 год. Вот так вот можно слушать-слушать. Если надо остановиться, закончить прослушку, вот, нажимаем на кнопочку «Остановить». Для того, чтобы вернуться в самое начало книги, нажимаем вот на эту левую кнопку, как бы двойная стрелочка влево. Оно вернулось на начало. То есть, вот, если я сейчас включу, вот, оно пошло с самого начала. А если я на эту кнопочку не нажимала, я просто нажимаю «Продолжить». Оно продолжается с того места, на котором остановилась. То есть, даже вот сейчас, нажав эту большую кнопку, я вообще вышла, допустим, с этой книги обратно. Я могу в это время пользоваться скайпом. «Одноклассники» здесь еще и «Ютюб». Больше, в принципе, пока для начала я ничего не хочу загружать. Их только вот мы делаем установку на две программы «Скайп» и «Одноклассники» и на книжки. Вот опять заходим в музыку. И вот оно выходит на том же самом месте, на котором остановилась. Но не пугаться, если вдруг что-то сбилось, если вдруг вот отсюда опять ушло, вот так вот назад. То ничего страшного, опять идем в аудиокниги. Опять заходим в ту же самую книгу. Опять заходим в ту же самую первую часть. И вот оно началось с того момента, на котором остановилась. Вот опять мы нажали «Стоп». Все, ушла я с этих книжек. В любой момент я в них возвращаюсь, вот в музыку. И ухожу кнопкой вот этой большой. Второй способ – это слушать песни, которые в формате mp3. Здесь может быть немножко посложнее, но я тем не менее покажу. Вот заходим опять в музыку. Возвращаемся вот этой стрелочкой назад. Возвращаемся назад. Возвращаемся назад. До вот этого меню. И здесь внизу я иду уже не во вкладку еще, а иду в авторы. Вот у меня два автора. Валерий Захарев и Кирилл Рагец. Это обе книги Александры Марининой, тем не менее. Здесь указаны фамилии тех, кто озвучивает эту книгу. Можно вот так вот пойти на песни. Это здесь будут «Ангелы на льду не выживают». И вот так вот, введя пальцем, как бы скользя пальцем, пролистывать вниз. Вот одна книга закончилась. И «Бой тигров в долине». Началась вторая книга. Вот они состоят из множества-множества частей. Здесь можно включать по частям. Но они будут переходить одна из другой. Книгу можно слушать непрерывно. Либо вот так вот, где по авторам. Нажимаю «Валерий Захарев». Вот они, «Ангелы на льду не выживают». В двух частях я нажимаю на верхнюю, на первую часть. Здесь я нажимаю на первую. Вот. И вот то же самое. «Ангелы на льду не выживают». Дальше все то же самое. «Дом первый». Нажимаю «Паузу». Вот этой кнопкой «Вернуться на начало». Либо здесь есть вот сверху такой ползунок. Он может исчезнуть. Если я вот так один раз кликнула по картинке, вот его нет. А если я кликнула еще раз, появился вот этот верхний ползунок, ведя по которому, вот так вот просто пальчиком ведя, можно перейти на середину книги. Еще куда-то можно вернуться чуть-чуть в сторону. Самое главное – это делать очень аккуратненько. Книга большая, на 11 часов. То есть даже малейшее движение в сторону этого ползунка уведет очень далеко назад или вперед. Поэтому, конечно, когда слушаешь книгу, лучше этого не делать. Лучше остановить паузой и начать слушать с того же места, потому что найти то место, на котором остановился, крайне трудно. Единственное, можно смотреть по часам. Вот сколько часов прослушалось, сколько часов осталось. Если вот эту цифру запомнить, то можно примерно на то же место вернуться. Ну вот, а я вот этой кнопкой возвращаюсь на начало книги и начинаю опять вот слушать. Александра Маринина. Стоп. И еще хочу сказать, что каждая книга, вот опять, видите, ушли, и опять надо нажать вот на единичку, чтобы вернуться. Александра Маринина. Стоп. Каждая из этих книг, она остановится в том месте, в котором последний раз слушалась и начнет играться с того самого места. То есть даже если, например, слушать две книги одновременно, один слушает одну книгу, другой другую, то выбрав каждый свою книгу, может ее слушать с того места, на котором он закончил. Ну, я думаю, что это немножечко сложновато для родителей пока. Поэтому вот я возвращаюсь. Ну вот, если ушли куда-то случайно не той кнопкой, и не пугаться, просто нажимать на большую кнопку, все, вернулись на место. И заходим опять в музыку. Итак, музыка, еще, аудиокниги, и выбираем нам нужную аудиокнигу. Вот я пока оставлю вот здесь, на кнопке выбора. Какую выбрать. Ну, еще напоследок, вот такие наушнички. У наушничков есть кнопка регулировки громкости. Вверх это будет громче, вниз это будет тише. И если нажать по середине, вот здесь в середине, то это будет пауза. То есть очень удобно. Не надо искать на айподе, вот когда мы слушаем. Не надо включать вот эту вот кнопку, тыкать, смотреть, находить где-то какие-то очки, чтобы прицелиться и нажать на эту кнопку. Вместо этого, вот, сюда, внизу, подключается, вставляется разъем наушники. Вот так. Туго, надо прямо, чтобы щелкнуло туда. Вот, здесь звук выставился. Вот это, нижний ползунок, это звук громче, тише звук. Но можно это делать вот этой кнопкой, которая находится на наушниках. Вот так вот громче. Вот он, видите, ползунок переходит громче. Вот эта кнопка нижняя, ниже, тише вернее. И вот он переходит, видно, как двигается тише. И вот если я нажала... А, и нажать играть тоже этой же кнопкой. Вот, одеваются наушники, уши, и нажимается вот эта кнопочка посередине, ровно посередине. Ее хорошо почувствовать, даже не надо смотреть, вот так пальцем провести, поставить посередине. Нажать. Вот. Заиграла. То есть, вот тут видно, что заиграла. Мы не слышим, потому что играет в наушниках. Не будет слышно. И чтобы остановить, оно вот сейчас идет звук. Чтобы остановить, я опять нажимаю по серединке. И здесь я вижу, что вот этот значок изменился на треугольничек. Это значит, оно пока, когда треугольничек, это не играет. Только я нажимаю опять вот сюда посередине. Вот появились здесь две полосочки. Это значит, играет музыка. Очень это удобно. Тише, громче звук. И остановить, включить. Ну вот, пожалуй, и все. Если какие-то будут вопросы, конечно, я буду консультировать родителей. Но по телефону это сделать гораздо сложнее. Я думаю, вот такой наглядный урок им будет полезен. И если кому-то это еще пригодится, я буду только рада. Вот и все. И на этом я с вами прощаюсь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok